Привет дорогие друзья, на связи Владимир Коваленко. Я эксперт в области продвижения MLM онлайн, а также автор курса Упакуй и Кайфуй. И в этом видео я с вами хочу поговорить о том, как создать систему дублицирования вас, ваших результатов. В этом видео я вам расскажу, что использовал я, какие инструменты для того, чтобы создать собственную онлайн школу или онлайн платформу для того, чтобы обучать своих партнеров. Все пошагово и доступно. Поэтому досмотри это видео до конца и ты получишь от меня подарок лично для того, чтобы сделать и прокачать свой бизнес. Поэтому смотри это видео, не переключайся, погнали. Изначально, чтобы чему-то учить, нужно в этом получить результат. Нужно вариться в этом рынке и следить за ним, что он диктует, какие новые инструменты появляются, что работает, что не работает. Как однажды сказал мой тренер-наставник, следующая фраза была, чему ты будешь учить, как быть нищим. Это было в тот момент, когда у меня еще не было хорошего результата и я не особо разбирался, но грезил тем, что хочу вот школу все автоматизировать и огонь поперли. Тогда мне эта фраза включила и я понял, что нужно изначально получить определенный результат для того, чтобы давать систему, которая действительно работает, которая будет учить людей зарабатывать, а не просто выполнять какие-то действия для галочки и ни о чем. Именно в тот момент я принял решение самостоятельно развиваться. Создание собственной школы это всегда путь, определенный путь, который необходимо пройти. Это ошибки, это падение, это взлеты. Для того, чтобы чему-то учить, нужно получить реальный опыт. Они как сейчас наверняка вы встречали достаточно большое количество гуру в MLM индустрии, которые выполнили какую-то первую квалификацию своей компании и машут флагом, давай к нам, у нас лучше, у нас больше, у нас сильнее и дальше. Вот. Или достаточно большое количество гуру в MLM, которые говорят, что я тебя научу, как получать на автомате от 30 заявок в день. Люди, конечно, ведутся, потому что боль сетевика это где взять людей. Они платят деньги, они заходят, а там по итогу вода водой, конкретно вода водой. Я уже не видел ни одну систему, платную систему, в которую входишь и понимаешь, что там рассказывают, что нужно делать, что мы, в принципе, и так сдаем. Но как делать, очень мало информации. Из 10 минут видео, как делать 2 минуты, понимаете? Вот о чем я говорю. Поэтому нам нужно получать реальный опыт для того, чтобы мы могли серьезно научить и обучить своих партнеров. И я хочу с вами поделиться, что же я делал, когда создавал свою онлайн-школу. И школу, которая изначально дала нам быстрый результат, как сказать, быстрый, хороший результат, когда мы начали использовать свой личный бренд и внедрили систему обучения, создали онлайн-платформу, на которой обучались все наши партнеры. И благодаря этому мы за год сделали топ-1 в компании. Итак, в этом видео я тебе сейчас буду рассказывать, как бы это делал я и что конкретно сделал я для того, чтобы получить такой результат. Итак, первым пунктом я бы выделил получение реального опыта, как я уже и говорил, для того, чтобы понимать, какие инструменты работают, какие не работают. Вторым пунктом я бы отметил записывать лично видео и проводить прямые эфиры. Для чего нам это необходимо? Для того, чтобы мы привыкали к камере, ну, например, записывать, проводить прямые эфиры. Для того, чтобы мы привыкали к камере и когда мы будем записывать видео, чтобы нас понимали люди, которые будут нас смотреть. Это не будет у вас получаться с первого раза, это я вам гарантирую, потому что нужно отработать определенный опыт, чтобы ваш язык был понятен, доступен, чтобы ваши движения были не скованы, как роботы, вы не читали, как будто это стих по бумажке, чтобы это было естественно и непринужденно, чтобы человек себя чувствовал, вот эту энергию, которую вы ему хотите передать, чем вы хотите с ним поделиться. Для этого вам необходимо практиковаться в том, чтобы записывать видео, привыкать к камере. Конечно, у вас может быть возражение, я буду проводить офлайн тренинги, то есть мероприятия офлайновые. Тогда у вас следующее, вам нужно научиться работать с аудиторией, коммуницировать, держать их в тонусе, для того, чтобы информацию, которую вы будете давать вашим заказчикам, партнерам, вашим студентам, ну, партнерам в бизнесе, да, мы говорим сейчас про MLM индустрию, то, чтобы они это понимали и хорошо укладывали в своем голове, вам необходимо держать аудиторию, вам необходимо обучаться спикерству со сцены, что здесь мы записываем видео, что там, нам необходимо преодолеть, пройти этот опыт, для того, чтобы информацию научиться доносить легко, непринужденно, и чтобы нас слышали. Третьим пунктом я хотел бы, чтобы вы отметили составить пошаговый план. Напишите прямо на листочке, на доске, что вы будете давать, какие темы вы будете давать, для того, чтобы вы могли составить правильную последовательность событий и обучения, доработать, убрать, приподнять, переставить местами какие-то темы, чтобы это имело логическую цепочку и правильно ложилась информация о вашем партнерам. Четвертым пунктом это проведение марафона. Я бы оттестировал, и я так и делал, оттестировал те задания, которые я придумал, создал бесплатный марафон, на котором бы дал часть заданий и своего обучения. Люди бы прошли, получили бы результат, и я бы понял, что работает, что не работает, что необходимо доработать, чтобы улучшить эту систему и технику. Следующим пунктом, знаете, что бы было? Это, конечно же, выставить дедлайны, дедлайны создания вашей обучающей системы. Почему именно дедлайн? Скажу на своем примере. Когда я решил создать курс «Упакуй и кайфуй», у меня уже был план, схема, все отработать на марафон, пройденный, все. И мне оставалось только все упаковать, записать видео. Сценарии были прописаны, и я постоянно откладывал. Всегда находились дела поважнее для того, чтобы не делать, не создавать эту школу. Но как только я понял, что мне необходимо это сделать здесь и сейчас, я сказал, что я делаю. Я выставил себе дедлайн, когда я закончу запись видео и оформление своей школы. И что вы думаете? Конечно же, я уложился. У меня теперь первостепенной задачей в голове стояло создание школы. Я каждый день бомбил, записывал, и я даже перевыполнил план. Но вот эта тяга Мотина продолжалась до тех пор, пока я не выставил конкретный дедлайн для того, чтобы закончить свою школу. Поэтому обязательно пропишите себе пунктом, когда бы вы хотели закончить вашу школу. Шестым пунктом вам необходимо упаковать все ваши знания, которые вы сделали, записали, составили. И, конечно же, здесь, если вы сами не умеете создавать сайты, есть большое количество конструкторов для того, чтобы это сделать быстро и легко. Но, конечно же, хочется, чтобы это было красиво. Если таких знаний нет или у вас в команде нет такого человека, который мог бы вам в этом помочь, тогда я вам рекомендую, конечно же, нанять специалиста, который возьмет весь ваш материал, упакованный, уже созданный, и упакует это в оболочку, на платформу, онлайн-платформу, на которой будут проходить обучение ваши партнеры и будущие партнеры, понимаете? Чтобы он это все грамотно составил, чтобы имелся доступ туда через логин, через пароль, чтобы, конечно, это было не в открытом доступе, потому что, когда в открытом, я вам хочу сказать, это не ценится. У меня есть мой платный курс, и есть, как, знаете, у меня такой принцип, бесплатно не давать, хотя есть партнеры, которым бы я мог это сделать, и мне вообще этого не составляет труда, но я это не делаю принципиально. Знаете, почему? Потому что, когда достается на халяву, это не ценится. И это уже пройденный этап, и также я могу сказать это по себе, когда мне достался бесплатный курс за 500 баксов, я его так хотел, так хотел, и тут я его выиграл, получил. Знаете, что? Он у меня лежит до сих пор на компьютере, и я из него просмотрел, наверное, только один урок, и все. Потому что это халява, потому что это, ну, я же не платил за это деньги. Поэтому так это оценивается. Шестым пунктом упакуйте ваши знания в красивую оболочку, для того, чтобы ваши партнеры могли онлайн проходить обучение. Следующим пунктом, который я хотел бы отметить, это седьмой пункт. Дайте бесплатно доступ вашим ребятам из вашей команды, вашим лидерам, настоящим лидерам, в которых вы уверены. Для чего это необходимо? Для того, чтобы они тоже прошли уже готовый курс, чтобы они получили результат, увеличили свои чеки, и вам это, конечно же, выгодно. И они сделают вам отзывы, они запишут отзывы, которые будут работать на вас. Потому что всегда нужно социальное доказательство для того, чтобы люди знали, что ваша система, она рабочая. Чтобы это не просто написано от руки, вы сами написали, прилепили фотографии какого-то человека, что сейчас полно в интернете. Вы наверняка видели такие сайты, где есть фотка здесь, есть отдых, куча лестных, прелестных слов, есть даже контакт этого человека, например, в контакте ссылочка на его страничку, вы туда переходите, а там фейковая страница. Возможно, этот курс офигенный, он работает, но когда я лично я делал так, переходил, видел, что там фейки, я дальше не разбирался. Мне становилось жалко того, кто проделал большой кусок работы для того, чтобы создать курс и людей, которые потратили деньги, если это платный курс, понимаете? Поэтому дайте, чтобы своим людям, чтобы они сделали, получили результат. Опять-таки, вы сможете доработать свою систему, и они запишут вам отзывы, вы их разместите у себя на сайте, сможете использовать для пиара и привлекать еще больше партнеров. Друзья, ну я хочу с вами поделиться теми пунктами, которые использовал я в создании своего курса, онлайн-курса «Упакуй и кайфуй», для того, чтобы вы, возможно, для себя возьмете это к примерам, что необходимо для того, чтобы создать школу, как идти по шагам, потому что уже все оттестировано, все работает, и шаг за шагом, выполняя те задания, которые есть в школе, люди получают результаты. Первым пунктом я сделал целевая аудитория. Мы проработали целевую аудиторию, потому что без этого вообще не начинается ни один бизнес. Нам нужно понимать, кому мы будем продавать продукт, бизнес и все остальное. А следующим пунктом я разобрал экспертность, потому что считаю, что если человек пришел только в MLM-индустрию, он новичок, ему с чего-то нужно начинать. И в любом случае он является в чем-то эксперт, даже если он так не думает. Благодаря определенных техник мы вытягиваем из него его экспертность, и благодаря его экспертности мы заходим на рынок MLM, привлекаем себе людей, будущих партнеров. Следующим пунктом мы разбирали социальные сети. Я вот сейчас иногда буду подглядывать, вот в социальных сетях я разобрал ВКонтакте, что я там давал. Я давал-то правильное продающее оформление страницы, чек-лист по заполнению страницы, создание бренда и своей имени в Инстаграм, правильно продающее оформление страницы, создание бизнес-аккаунта, секреты Инстаграма, о которых знает всего 10% специалистов, прямые эфиры, лайвы, как увеличить продажи в Инстаграм с помощью сториз. Дальше мы разбирали YouTube. Как запустить и начать продвигать себя через YouTube. Оптимизация канала YouTube для привлечения бесплатных клиентов. Оптимизация видеороликов для вывода видео в топ и получения заявок. Там от того, как зарегистрироваться на YouTube, как оформить шапку, оптимизировать все каналы, плейлисты, заставки, картинки, подсказки. Все здесь я разбираю. Создание бренда своей имени в Telegram. Для чего нужен канал Telegram? Создание канала Telegram. Как наполнять канал подписчиками. Создание супергруппы подписка на канал Telegram. И создание бренда своей имени в Facebook. Правильно продающее оформление страницы. Чек-лист по заполнению страницы. Это то, что я давал в социальных сетях. Дальше мы прорабатывали контент. Контент-маркетинг. Потому что это очень важная составляющая, особенно в MLM индустрии, особенно в личном бренде. Я считаю, что в MLM бизнес идут на человека, а не на компанию. Поэтому нужно создавать доверительные, теплые отношения с вашей целевой аудиторией, с вашими подписчиками. И здесь я давал такие, раскрывал такие темы. Как записывать видео плюс продающее вступление. Вебинарный спецназ. Структура проведения продающего вебинара. Слова, которые приносят деньги. Где брать контент. Темы контента для видео и для постов. Автоматический постинг постов и статей. Как освободить себя от рутинной работы. Как создать видео, которое будет привлекать вам партнеров бесплатно и на автомате. Структура продающего видео. Структура рекрутингового видео для MLM предпринимателей. Именно конкретно, чтобы рекрутировать сетевиков. Как продавать с помощью личной истории. Дорого. Структура продающей истории. И работа в редакторе Pinnacle Studio. Как все-таки монтировать это видео. Чтобы оно привлекало. И быстро, легко, безопасно. Скажем так. Следующим пунктом я разбирал презентации. Почему я давал эту тему? Смотрите, что я в нее включил. Как создать красивый PDF через PowerPoint. Создание бесплатного продукта. Этическая взятка. И для чего нужен бесплатный продукт. И как его внедрить в бизнес. Презентация это неотъемлемая часть. Когда мы проводим те же рандеву или проводим вебинар. Для того, чтобы она выглядела вкусно. Нас, знаете, как встречают по одежке. Когда у вас красиво все оформлено. Сразу чувствуется ваша экспертность. Сразу хочется узнать вас поближе. И для того, чтобы нам не ударить лицом в грязь. Необходимо делать, конечно же, все красиво. И здесь я разбираю, как создавать красивые презентации. А, да, я, где брать, что делать, как вставлять структуру. Также я рассказываю, для чего нам необходима эта презентация. Потому что нам нужно давать какую-то этическую взятку. Этическая взятка это вот когда мы размещаем на сайте какую-то бесплатную штучку в обмен на контакт. Ну, какую-то полезняшку. Например, как увеличить перерост структуры на 200% за 10 дней. Или как получать 10 заявок бесплатно. Или, например, чек-лист по продающему оформлению страницы. Правильно? Нам же нужно это все оформить. Вы же не дадите просто вордовский файл, где будет так вот пунктами. Это некрасиво, это невкусно. Нужно все иметь красиво оформлять. И это мы делаем через PowerPoint. Все красиво оформляем. Упаковываем в PDF. То есть сохраняем. И даем взамен человеку на его контакты. И всегда мы создаем этическую взятку. Исходя из боли вашей целевой аудитории. То, что ему точно необходимо. Чтобы он когда скачал и понял, что взамен на свои контакты, он понял, что офигенный материал. Я это сейчас применю и получу результат. Я часто давал, как создать канал YouTube, как его оптимизировать. И начать уже зарабатывать на этом. То есть как привлекать партнеров через YouTube. Создавал прям PDF-чек-лист с своего урока. Брал, прям вот просто давал. Люди оформляли по нему свои каналы и получали результаты. Сейчас я в своем курсе даю бесплатно два урока. Для того, чтобы человек мог тоже пройти эти два бесплатных урока. Там скачать чек-листы и все остальное. Получить результат. Это очень важно. Поэтому нужна этическая взятка. И это необходимо. Поэтому, если вы еще думали применять это или нет, пожалуйста, применяйте. Следующим пунктом, это шестая тема, это продвижение. Здесь я решил давать, что виды рекламы ВКонтакте. Почему именно ВКонтакте? ВКонтакте, вообще ретаргетинг, он немножко в MLM индустрии, немножко своеобразный. И рекламные кабинеты не пропускают напрямую, если заявлять, что там MLM. Хотя уже давно принят закон, даже Владимиру Владимировичем Путином, о том, что сетевая индустрия, что это официально даже какая-то профессия, по-моему, внедрили, преподается в университетах. И, по-моему, внесли сетевую индустрию в трудовые книжки, что есть определенный код, цифра, под который будет записываться ваш стаж. Поэтому я здесь разбираю виды рекламы ВКонтакте «Платная и бесплатная». И больше уклон даю на то, чтобы как давать бесплатную рекламу, так мой курс стоит определенных денег, и уже люди потратились, поэтому платная всегда успеет, а вот бесплатная, эффективная, нужно уметь и знать, как это делать. Также разбираю здесь домен конструктора LendingPenche, создание сайта. Как продвигать MLM-сайт в интернете? ML-маркетинг необходим, что для этого нужно, как создавать автописьма, которые будут приходить автоматически вашим подписчикам. И дальше я рассказывал седьмой темой, это продажа под ключ, то есть как проводить рандовую. Я считаю, что этот пункт очень важен, потому что мало нам привлекает трафик людей в бизнес. Нам необходимо, чтобы мы могли срекрутировать человека, который к нам пришел, а эту заявку в бизнес, чтобы он зарегистрировался, чтобы он сделал заказ, чтобы он начал работать и тоже выстраивать бизнес. Это очень важно. И тут необходимо уметь донести суть бизнеса, рассказать, как необходимо работать, что необходимо делать, провести, так сказать, первую встречу, чтобы человек сказал, да, что мне делать, я хочу с тобой. Вот такой вот пример того, что я использую в своей онлайн-школе, что хорошо работает, и люди получают результаты. Можешь получать результат и ты, пожалуйста, используй, я тебе это отдаю так бесплатно. Также ты можешь под этим видео, будет ссылочка, скачать бесплатно себе два урока, посмотреть, что я делаю, что я даю и как я это делаю. Бери, пользуйся, получай результаты. Ну, а если тебе было полезно это видео, ты принял для себя решение тоже сделать что-то вкусное, полезное и создать свою обучающую программу для MLM-предпринимателей, пожалуйста, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, если у тебя возникли какие-то вопросы, возможно, у тебя есть вопросы и ты давно думал, что же мне сделать, я тебе смогу подсказать, рассказать на своем опыте, что необходимо и с чего начать. Хотя я тут уже все объяснил, но в индивидуальном порядке тоже могу тебе что-то порекомендовать. Возможно, у тебя есть такой вопрос, который я здесь не озвучил, но с которым наверняка уже сталкивался. Подписываемся на канал, ставим лайк. Пока-пока. С вами был Владимир Ковленко. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok